Утаить тайны от них не получится. Работа этих специалистов не очевидна стороннему наблюдателю, но очень важна. От психолога во многом зависит настрой и качество работы всей команды. У нас еще существует такая процедура, как проведение специальных психологических исследований с применением полиграфа, то есть детектор лжи, так называемый. Соответственно, здесь уже психологи работают в плане качественного и отбора кандидатов и сотрудников, и руководителей на службу, и, соответственно, профилактика коррупционных правонарушений. На службе в Министерстве органов внутренних дел по Мордовии трудится около 10 специалистов-психологов. Они помогают сотрудникам полиции не только в республике, но и за ее пределами. Работники психологической службы вместе с военнослужащими отправляются в командировки на Северный Кавказ. Помогают справиться с возросшей нагрузкой, адаптироваться к жизни и работе в условиях стресса. Есть все необходимое для их работы и в стенах республиканского МВД, скажем, комнаты релаксации. Нужны психологи и на этапе трудоустройства потенциальных сотрудников. За час-два разобраться, что за человек хочет встать в ряды стражей порядка и годится ли он для этого, непросто. Центр психологической диагностики медико-санитарной части занимается в части, касающейся проведением профотборов кандидатов на службу и на учебу. Но основной задачей Центра психологической диагностики является медико-психологическое сопровождение сотрудников во время службы, определение их функционального состояния и психоэмоциональной пригодности к службе во время проведения контртеррористических операций, во время проведения крупномасштабных спортивных и политических мероприятий, а также определение их психического и функционального состояния по возвращению после длительных командировок. 29 декабря 2018 года исполнилось 45 лет со дня образования службы профессионального психологического отбора в системе МВД России. Это направление работы одно из самых молодых, но уже вполне состоявшееся. Сюда приходят работать люди, готовые в любое время дня и ночи поддержать своих коллег в непростых для них жизненных ситуациях. В профессиональный праздник специалисты получили заслуженные награды. Валерия Никитина, Денис Ноздрюхин, Народные новости.